Мобертат увидел мир Хобот, сила, фон, могила Мир всем своим, кого еще не совсем покрутил Бармалей! Добрый ранок! Да я уже энергетика литра выпил, не помогает ничего, капец Спать хочу, хана, надо сейчас кофе выпить хотя бы литр еще Друзья, доброе утро Мы едем сейчас на встречу с одним очень интересным человеком С которым мы больше года вели переговоры Но по разным причинам все никак не могли сконнектиться И вот сегодня, наконец, мы сейчас его выцепим И полетим на вообще очень интересное мероприятие Мы такое задумали, что я не знаю Мне сегодня такие кошмары всю ночь синились Что ой-ой-ой, я не знаю, чем оно закончится Литрами новыми, выбитыми моими закончится Вот чем это все закончится может Полетели, короче, летим снимать Новый влог! Сейчас я проснусь и буду включаться Сус, что ты глотаешь? Какой пример подаешь молодому поколению? Котячья моча С тебя пример берут миллионы И шо? А ты что творишь? Так, дорогие друзья, такая ситуация Пальцы мои расхрестились Мы приехали на заваз, а тут ни с того ни с сего Короче, стоит аварийка и ждет меня уже Может они телефон подслушивают Короче, ну шо, тогда будем ждать вечер Посмотрим, попробуем вечером еще забраться Подожди, я аварийку покажу, чтобы не было вопросов Смотрите, пацаны, это наша шахта Ну, вход под землю, 90 метров И вот на территории припаркованы машины водоканала При том, что сейчас суббота Час дня Там, вот открыты Открыты дверки Внутри копошатся монтеры Сейчас началось какое-то непонятное движение В этой коммуникации Хотя, именно туда мы их собрались сегодня Да Ну шо ж, бывает, как говорится Раз в год, то и у пенсионера, как говорится И палка стреляет Как бы и такое иногда случается Ну шо ж здесь делать Будем потихоньку принимать, как говорится Данные небесами То, как оно есть уже Ну шо, если Бог дал Значит, Бог может и взять Это надо понимать, что как бы это все жизнь Это все реакции, как бы на Монту На все эти вещи На Марк Грегора Конан МакГрегора и Макфайтер Как бы надо это все понимать Как бы, что Бог дал, Бог взял Может сейчас Бог взять вот так вот И сдуть вот так вот всю эту шахту И закрыть назад Заткнуть землю, которую они оттуда вынули Так что тут все не в наших руках Как бы, ну будем ждать вечера на шо 9 Все, пацаны, мы сейчас позвоним нашим гостям Сегодняшним Спросим, получится ли у них перенести мероприятие на вечер Если да, то ждем часов 8 Ну Кате точно получится, я ей говорил Пока стемнеет Они все понимают это И вечером, как всегда, под покровом ночи Осуществим свой Приступный это план или нет? Да Так, друзья, добрый-добрый вечер Ночное включение Опять, как всегда, экстренно открылся за вас И сегодня идем в очень интересное место Купили вот такое вот водоносное снаряжение И кто у нас сегодня в гостях, друзья? Это же известный Филипп Марвин И сегодня мы его потащим в нашу любимую клалку Ты, наверное, был уже во многих клалках Но в Сусане нам еще не был Ну, с тобой я точно не был Я думаю, что не в таких местах я был, как ты Я думаю, побезопаснее у меня были все-таки места Короче, я скажу, что главное не клалка красит человек, а человек красит клалку И Катя с нами сегодня прекрасная вот И пойдем красить клалку сегодня Мы тебе приготовили интересное место Дима сказал, что ты именно мощный, спортивный Ничего не боишься Значит, тебя все время такой Мы тебе приготовили эксперимент классный Хотели мы утром сегодня пойти Но там, короче, движ в Париж Ни с того, ни с сего Почему-то именно, когда мы решили снимать Год стояла коммуникация затопленная почти доверху Они именно в этот день взялись ее, короче, ремонтировать Поднялся движ в Париж Куча машин наехала Вот это вот мы ходили, выслеживали сутки Я только что поехал, посмотрел, чем мы так долго И переехал сюда Так вы сутки не спали? Ну да Не, вы больше не спали Серьезно? Да На самом деле? На самом деле не спали Я это больше не сплю Так сколько мы только за этот день 6 раз ездили проверять? Ааа Так настолько все серьезно Просто я даже не понимал, что Я думал, вы один раз типа съездили, проверили И все, и типа мне набрали Понимаешь, у меня уже, короче, по одежде, по волосам, по походке, по поводке Меня здесь где срисовывают? Мы подъезжаем только на вылезку Они уже сразу у нас по машине выкупают Идет начальник Вот так вот начальник с папкой стоит и смотрит Ах, и подъехали, что они задумали Так что, ну ладно, все хорошо будет Погуляем, классно проведем время Все, друзья, летим на вылазку С Марвином Полетели Добрый вечер Добрый вечер, здравствуйте Что происходит? Бывает двойное проникнение Короче, друзья, сегодня будет не двойное проникновение, а тройное На строе Дима будет снимать Нет, Дима снимающий Так что проникать там он тоже будет, нет? Нет, он будет снимать это все Короче, друзья, это та шахта, которую мы снимали три дня назад утром И сегодня два раза Я не знаю, в каком уже раз сюда ездили Я уже запутался Короче, мы двое суток тут дежурили И наблюдали, пока уедет охрана Наконец-то она уехала И у нас есть часов, наверное, пять Потому что утром, скорее всего, они опять сюда приедут Пять утра, дальше потрачить свои бутылки собирать Ты думаешь, мы за пять справимся? Да, думаю, да Так, это костюмы Костюмы, а? Это костюмы? Вот эту лодку, которую отойду Что? Как мы это все нести будем? Спальники Спальнишки Как мы это все нести будем, мужик? Я именно вас сель-кит Ребята, вы понимаете, насколько они серьезно подготовились к этому всему? Это просто жесть Ну, типа... Вы сумасшедшие Отвечаю, я не думал, что все настолько жестко будет Ааа Круто Друзья, я Филипп Марвин и мы находимся на канале Супер Сус И сейчас мы лезем под землю Кстати, Сус, а сколько тебе лет-то все-таки? Ну все, идем Все, идем? Не, ну серьезно, сколько тебе лет? Ты же динозавр просто 47 Пошли 47 Слышь Слышь Как твоей татуировке Не, серьезно, ну сколько тебе лет? 46, ладно Идем Короче, все ясно, никогда мне никто правды не скажет, да, я так понял? Никуда мы идем тоже никто не скажет, и что нас там ждет? Ладно, полетели, друзья, вот наши костюмчики Погнали Что мне брать? Сейчас через забор перетвинем Катя, возьмешь? Возьми Подожди, я лучше помочь мне поеду Давай, давай Сус, можно кидать? Кидай Кидай Так, носки подавали? Уидил Суса или нет? Нет, давай Ээээ Катя, посудите там А, понял Переподавай вещи Кидай Сус, второй Сус, рюкзак Рюкзак Стоп, волосы Ебанец Оба Идемте, чтобы нас тут меньше видели Короче, смотри, Филипп Это шахта И она идет глубоко под землю Сейчас залазим в нее И тупо вниз, вниз, вниз и в воду Базару ноль, погнали Копайте шмотки Короче, пацаны, мы здесь были буквально полгода назад Вы помните, мы проплывали тут на лодке Но в чем суть? Поступила информация, что коммуникацию начало очень резко и сильно затапливать И скоро она исчезнет Скоро тоннель полностью скроется под водой И вот мы хотим поймать последний шанс Там есть ответвление непонятное, в котором никто не был И хотим, ну, мы взяли эти водолазные костюмы И хотим проплыть и посмотреть, что там есть Пернай туда Так, я, Пернай Вам же здесь спали, да? Рядом, рядом Рядышком здесь, да? А там все днило, или я могу прыгнуть? Аккуратно, лодка На шесть посадочных мест Аккуратно Аккуратно Вот тут штыри, штыри, штыри Так, тихо, а как я дам туда ее? Удобнее Давай, тихо Аккуратненько Ловишь, ловишь, нормально Ловлю, ловлю лодку Так, есть Все, залазьте Аккуратно, аккуратно Он нормальный? Да Ну, такой себе Пяткой смотри, непонятно, что там у тебя Вставай сюда на доски А я возьму саду Все, я поняла Я, наверное, вот это ржавое стану Да, да, да Все, я его просто не заметила из-за волос А кто это лезет сзади? Все залезли, как люди Ну, вроде как люди, не знаю Я маленький, мне неудобно Я сюда и ваш Короче, смотри Нам в эту дырку Да, я понял Санин Надо, наверное, чтобы ты залез первый И подавать вещи аккуратно Давай, проходи туда А та ниже дырка там еще есть Нет, там хуже Катя, Катя, аккуратно Стой, стой, стой Все, выходи прямо по трубе Сюда Сюда Вот тут, где я Тут нормально Все, вот это мы попали в шахту Вижу Ты не была тут, а? Нет, здесь не была конкретно Но я прям в предвкушении, что будет дальше Такое, на самом деле, с возрастом Стала уже бояться высоты немного Раньше этого не было Сейчас уже так Стараюсь медленно и аккуратненько лазить Давай, проходи Давай, дверь Нет, залазь сам Короче, зрители И наша задача Через это маленькое, малюсенькое отверстие Протиснуть весь наш реквизит Катя, а ты слушала новый альбом «Кровосток»? Да, я слушала новый альбом «Кровосток» Мне он очень понравился Ну вот, к сожалению, пока вот я прослушала его несколько раз на работе Поэтому я не могу сказать, какая песня мне понравилась больше всего Но вроде бы в этот альбом, кажется, входит песня «Дети», которая мне однозначно понравилась Но тоже из новых «Кровостока» Поэтому пока так Но, к сожалению, не было времени слушаться Вот прям вдумчиво очень Слышишь, так что думаешь? Оригинальное сейчас у них вот это творчество? Или повторение самих себя пошло? Не, я не сказала бы, что повторение То есть многие альбомы других групп мне уже не нравятся Но я сказала бы, что они делают на уровне, в принципе-то Но опять-таки это... Так, я вот это не возьму, наверное, сама Типа, слушай, не пускай А ты знакома с Шила? Лично не знакома, но хотела бы познакомиться Ну, может, познакомимся, пригласим его в следующую клоаку Хорошо Шила, если ты смотришь этот влог, то напиши в комментариях Приедешь в Киев, мы тебя в такую клоаку позовем На три альбома впечатлений наберешься Это прям вот одна из таких мечт моих Если я там до 18 лет его встречу, то я была бы очень сильно рада Ку-ку Ку-ку Вам можно? Да, заходи Что за бомжарское собрание? О, нормальный стул Весь тут бомжи все украли уже Поэтому теперь водопровод страдает Так, господа, мы проникли в вентиляционную шахту Пубертаты, что дальше? Все, мы спустились, сейчас будем лодки надувать и пусть дальше А, и все? Да Ладно, на самом деле тут все намного интересней, короче Если посмотреть сюда, бомжи украли все лестницы Нам еще 30 метров спускаться без лестниц теперь Серьезно? Ты все херстой, короче Ей надо как-то вниз спустить Просто нельзя ее бросить, потому что водку мы пропорим Ну да, тепло Нам сейчас надо эту всю, короче, штуку аккуратно транспортировать Вопрос именно аккуратно Короче, что, будем привязывать на веревку и спускать все вниз? Ну, либо так Слышите, так вот кто самый бесстрашный, да? Это бомжи попили лестницы все, нормально, да? Туда полетел Мусор Сай, так не сиди так Чего? Вылези нормально, сядь Чего? Ну что, чего? Это опасно Кому опасно мне? Кому это опасно? И терять нечего А че так? Че он такой грустный? Потому что я уже жизнь прожил А, ну так 47 лет скажем Да живете до моего возраста поймете, что терять в этом возрасте уже нечего Сус именно такой, как его называют? Трол Нет, я хотел сказать, он мудрец Залезли, полиция не поймала и на том спасибо Я не знаю, что они тут так ездят Это наркоманы какие-то, эти вот ходят постоянно на район искаженные тут Вот это кладбище, это любимое место обитания наркетов Наверное, на кладбище-то никто тебя не остановит, когда ты ширяешься Местера постоянно на кладбище начинается Да? Закладки на кладбище Конечно А, блин, ну да, 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 да Ну извините, я не знал, я аж как бы ни того, ни это Закладчиков не выпьешь? Не употребляю Не, ну можно такое взять, но я не употребляю, поэтому не знал, где там закладки находятся Ну что, готово? Ну вроде как готово Кто будет спускать? Я не знаю, Армин, наверное Но я боюсь Дама Дама, Катя, мы решили, что ты будешь спускать Ну давай Все, друзья, привязали лодку, сейчас будем пытаться спускать Не знаю, что с этого получится и кому это в голову такое пришло Скинули бы ее, да и все Аккуратненько подавай, аккуратненько подавай, да Сколько весит, думаешь? Киллоком 50, наверное Давай, просто вниз, вниз, просто медленно подавай вниз Пускай Все, давай, пускай Пускай Держи только двумя руками лодку, пусти и держи веревку Ага, что застрянуто Аккуратно Так, держи, держи, перехватывай, Димон Я не вдержу вообще Ну так держи, возьми Я не держу, я снимаю, Сус, сядь Мы не вдержим ее, брою Стой, стой, стой Сус, сядь, пожалуйста, так же как Филипп Да какая разница, мне так удобнее Все, тихо, давай, отпускай чуть-чуть ее, я сейчас буду ее держать Если Сус будет падать, то хватай, кидай веревку, хватай сам Да понятное дело Пошла, родимая И как я тебя перехватывать, я не представляю Короче, это нет А можно, слушай, положи веревку на эту, на балку Да нет, не перетрется Если в разных местах по чуть-чуть, как Трейсер сказал, то не перетрется Мы ее не спустим, потому что с каждым метром нагрузка на веревку будет усилилась во много-много-много раз Это я прекрасно понимаю Поэтому сейчас надо мне спускаться вниз Здесь законы физики есть, отблюдайте Во, нормально Я не знаю, чуваки, напишите в комментариях дебилизм, кто знает физику Как это правильно это делать? Толстую веревку брать и с узелками навязывать Что ж ты не взял? Потому что у меня нет Мы используем рычаг, веревку через балку По чуть-чуть идет Ну что, полпути прошло, нет? Нет, конечно Нет Ну что видно? Катя, сядь на насос, не сиди на холодном Вы не представляете, если бы Сейчас, ну вот, все-таки мы были тупыми и примитивными людьми, да И не знали бы никаких, в принципе, законов физики про рычаги и тому подобное Она бы мне просто сейчас руки оторвало бы Вот, я не знаю, там килограмм четыреста уже отвечаю веса Ну, я ее не подниму уже А в чем прикол? Почему она тяжелеет? Потому что закон физики, термодинамики подъема Димон, ты бы сейчас просто вот взялся бы здесь Ты посмотри, я уже Жестко, да Напруга, напруга идет Напруга Слушай, сейчас скорость А, все, уже через перчатки горит Горит? Да Ах ты О, в воду, да В воду, в воду Легла в воду Суз, спустись вниз Отвяжи тогда ее Все Мы поднимем веревку И спустим еще два кулька Они Гораздо, гораздо Легче Должно быть проще Веселые истории Пара-пара-папа Увидимся Так, друзья Основная масса водочная Сырковая Спущена вниз Спущенка произошла Все хорошо Как бы все спустили И теперь спускаемся сами Себя надо спустить Теперь аккуратно вниз Так, друзья Сусанин Спустился вниз Успешно Наши ребята Достигли дна Сус, что там? Все хорошо Я отвязываю А, он уже отвязывает Слушай Сус, надувайте пока лодку Только слышишь? Да Только сначала вставь дно 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 Все, пацаны Мы спустили оборудование Ныряем вниз Одеваем костюмы И все Плывем Полетели, собственно говоря Здравствуйте Все, друзья Мы спустились в самый низ Накачиваем лодки Будем плымсть Плымсть? Будем плымсть А что, в натуре нема лодки нашей? Что нема? Вон она в конце плавает Ну что, друзья Прошло еще часа полтора, наверное Мы хоботились Долго надували лодки Оказалось, что вот эта лодка за спиной А ты Будь здоровенький Вот эта лодка рыжая Оказалось, что у нас пробитая У нас Одна зеленая лодка И вон наш тоннель Сус, покажи Филиппу тоннель Покажи тоннель И короче, вот туда, братан, нам сейчас плыть Красота Это так же, как и метро На самом деле кажется, что мало Тут шесть метров Это полноценный метрошный профиль Я укупаю? Я вижу Потому что под водой основная часть находится Друзья, смотрите Как вы помните Мы плавали здесь на лодках где-то полгода назад и тут некоторое время еще нормально вот там вот дальше вы уже видите этот участок там тоннель становится ниже мы взяли гидрокостюм и сейчас будем пробовать плыть короче ну что там вообще непонятно там зазор до потолка буквально сантиметров 10-15 как мы предполагаем не боишься ну тогда все если все равно тогда херачим катерина ты нырять больше не я сегодня нырять не буду я так чисто морально поддержать нырять не сегодня сегодня холодно может быть летом мы точно не сегодня сами я бы уже быстрее костюмчики одевал потому что сверху мороси все давай братан его надо одевать на это трусики снимать на серьезно пути как едят испарение пацаны смотрите вода какого кислотно ядовитого цвета здесь плавают какие-то лампочки бахилы чьи-то не такие еще не одевал на хера себе а ты нырял да когда-то уже до нырял когда-то но не в таких костюмах я такие даже не видел это называется костюм сухой полностью как это костюм с усами консервируешься какой у него кофта модно нормально влезло да я же откуда знал я думал ты взрослый мужчина который не обманет ребенка я смотрю на гордый профиль вождя на фото кого-то замучила и кота на том свете коба воду встретил всех старых товарищей тех кого отправил туда ли дорогу удар чувак сто процентов сказал что маска одевается наверх сама собой если его правильно одеть он будет сто процентов обеспечивать комфорт тепло и защиту от воды такая ручка культяпочка а перчатки есть перчатки тоже сверху одевается да все сверху братан все точно сверху точно да ну мне сейчас задушить начали а дышать реально невозможно ну попробую слюной типа не реально понял короче здесь сзади лютая молния трактор вообще нереально что с какого-то советского скафандра это современный она понял каким-то салом тут а смазано еще я думаю нет нет такого никогда в жизни не видел там еще маска будет как тебе сейчас мне да ну такое самое удобное положение для а можешь еще до конца дотянуть мне кажется надо было ее сначала как сус ощущение и прон идет под землю под воду страх как неудобно дискомфорт страшный в этих костюмах руки тупо не имеют понял если костюм продырявится начнет набирать воду то держитесь за лодку будем вас вытаскивать на берег ну что друзья наконец-то мы одели эти сраные костюмы максимально неудобно я просто без понятия как это все будет происходить перчатки не герметично сидят маски сидит не герметично но как минимум вроде бы тело сидит герметично надеюсь вот это вот это вроде все герметично герметично все пацаны выходим в тоннель вода поднялась сейчас будем пробовать хайп хайпом и вы выходные нормального человека говорю последние пацаны где мы оказались под нами шесть метров воды а кстати чуваки я вам скину фотографии этого тоннеля 7 лет назад вы увидите в каком состоянии он был когда здесь вообще не было воды ну что сусанин роднулькин ты готов так точно капитан слышишь смотри там ступени идут до самого низу как бассейн аккуратно спустись только резко под воду не ныряй ибо если ты под воду пойдешь сейчас то мы тебе никак не поможем все друзья эпро напускается в воду стой не спеши он не спеши очень стрёмно дядя не спеши ты как поплавок ну то что я не говорил когда там воздух типа хорошо тебя крутить у парка что будет как парана вода страшно вонючая попала капля в рот воняет так что я не могу все братан давай Наш корабль идет к дому, помоги мне. Ого, он так прикольно жирает. Да, 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 давай. Да нет, нормально, нормально, братан. Давай, давай. Какое ощущение? Стой, отойди чуть-чуть. Смотри, блин. Смотри, блин. Пузырь просто надулся, братан, повернись сюда. Ай, тихо, тихо. А куда, тут труба, остановись. Боже, это не то, что ужасно. Это прикольно. Это прикольно, но я вообще не контролирую тело. Просто не контролирую. Хабло, короче, повсюду, Куславе. Ну что, помчали, давайте. Так послушай, это просто тренировка. Нам сейчас плыть в маленький тоннель, реально в узкий. Я так скажу, на самом деле, типа, очень холодно в костюме. Холодно? Да, действительно холодно. Слушай, брат, что такое? Что это было? Пацаны, смотрите, какое желтое ядовитое вещество из-под воды вылазит. Филип Марвин стоит на трубе, и ты сделаешь шаг в сторону, то там под тобою пять метров пропасть. Здесь остена вся радиация. Видать, я к вам залезу, чуть-чуть погреюсь. Я ни хера не вижу. Ни хера не вижу. Ни хера не вижу всё. Стой, что, что, всё. Не видно ничего. Короче, мне этот чувак, с которым я нырял под воду, он мне рассказывал, что нужно плюнуть в эту штуку чуть-чуть слюне и растереть внутри стеклышки, они тогда не будут потеть от твоей слюны. Это правда, я так делал. Ну как-то я это представлял себе не так, это максимально уродливо было. Боже, это пиздец. Ну я, я вправду говорю, типа. Всё так и сделали по методике. Так зато смотри, не потеет. Так он и не нырнёт, понял? Так он нырнёт в этом тостюме. Ну шо, давай поплыли, короче, в конец тоннеля, нам же ж надо проплыть. Смотри это всё. В узкое место. Смотри, шо жаба ползёт. Вот. Друзья, телезрители, мы здесь снимали серию, на коньках катались. Зимой, чтоб ты понимал, тут замерзает в лёд. И в 2018 году было воды где-то по пояс, и мы катались на коньках. Тут вот до потолка нельзя, в полный рост нельзя выровняться. Вот будет голова чуть-чуть, как по потолку, вот. То есть с прошлого нашего визита вода ещё поднялась. Сейчас посмотрим, что в маленьком тоннеле. О, я прямомчился, понял? А ты так дымишься сильно? Да, пара идёт нормальный. Я тут самый главный микроб! Ха-ха-ха! Пацаны, это наша старая лодка пробитая. Прикинь, её течение аж оттуда. Сюда принесло. Это Бону, на которой тонул, вы помните? Её всосало, она тоннель закрыла собой. Там такая узенькая дырочка! Я именно специалист по узеньким дырочкам, поэтому мне подходит. Пацаны, посмотрите, как затопило этот тоннель! Вы помните, когда мы тут на лодках проходили в тупик? Что там сейчас? Сун, что там? Ну, это я тебе так, не на камеру говорю, чисто для себя. В принципе, чисто теоретически пройти можно. Вот та вонючая! Фу! Дальше нужно нырять! Посмотрите, пацаны, посмотрите, сколько тут места! Ну, короче! Фу! Ой-ой-ой-ой! Что там дальше? Ой, дай выйти! Ну, зайди, глянь! Ты дай я посвечу фонарём вперёд! Сейчас я отверну! Ахахаха! Ну, короче, чисто теоретически, если не страшно, вот так вот где-то лицо от воды вверх лицом задерживает дыхание, задерживает дыхание. Тебе будет на лицо наливаться вода, но можно уйти. А утонуть можно? Ну, страшно, реально страшно! Очень страшно! Если паниканёр, чуть-чуть паники. Загляни, оцени ситуацию. Покажи сначала, залезь в камеру и покажи, посвяти, что там. Смотрите, пацаны! То есть, вот, чтобы вы понимали. Подожди, Катя, чуть-чуть вперёд лодку. Вот, чтобы вы понимали для масштаба, друзья. Вот рука с фонарём, вот, впритык совсем. И всё. Сколько тут? Пятнадцать сантиметров, а впереди я не вижу потолок. Как будто, ну, я не вижу что там. Всё, глубже и глубже, да, кажется? Ну, типа, вода всё ближе и ближе к потолку. Да. Скажись, на спину! Стой, не тяни меня, Сус! Кляк, на спину, не бойся! Да я-то не боюсь, Барик, тут как бы есть нюанс один. Поднимай ножки, давай, давай. О! Давай! И пошёл! Пошёл, малыча! Давай, заезжай, маленький! Да, давай, давай! А костюм, ты понял? Давай, давай, давай! Наш корабль идёт ко дну, помоги мне, я утону! Сусанин! Ваааак! Я хлебенун! Вааак! Тов-ном! Ну, вы поняли? Именно вот... Честно, ну, для клаустрофобов. Это жесть, это трэш. Это просто именно ну, смерть, всё. Для клаустрофобов, это смерть. Реально. Ну, здесь, короче, ну, ну, здесь я не знаю, но я вот дальше, дальше, дальше. Ну, можно, честно, в теории пройти. Видел, куда я заплыл? Смотри, аккуратно, арматура с потолка торчит. Дальше воды больше начнётся. Дальше воды больше, да. Чем дальше, тем мне этот... Водичку уже цапаешь. Ой, как же холодно. Филипп, слышишь, так а что там ситуация? Можно двигаться дальше вообще? Ну, вообще, в принципе, теоретически можно, но очень сложно. И мне холодно очень. Очень холодно, реально. У меня уже тело именно надрожит, я вот дрожу весь в костюме. Очень холодно. Слышишь? Что там, братан? Да я пытаюсь всё дальше и дальше, типа, но это очень сложно. Надо было воздух с костюма выпустить. Да, 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 наверное, да, но... Эээ, Филипп, шо, как тебе в гостях у нас на канале? Знаешь, мне очень нравится, на самом деле, очень нравится, потому что такого я ещё не делал, на самом деле. Ну, братан, мне не страшно, мне просто, ну, на самом деле, вообще всё равно, типа, я всегда за любой движ. У меня никогда с этим проблем не было, у меня всегда отсутствовало чувство как-то страха, да? Хотя инстинкт самосохранения есть, но, типа, здесь он понимает, что здесь не так опасно, как, ну, где-то в другом месте. И, в принципе, нормально, и здесь, кстати, есть труба. Да, да. О, я опустил ноги. А что, труба помогает? Нет, не помогает, оно, костюм... Это просто жесть. А что за бульбашки? А я не знаю, ну, типа, у меня уже всё холодно, у меня руки холодные, мне кажется, я промокаю. Хотя я... Ну, ты не понял, я уже не могу. Посмотрите, какое очко, вот наша лодка. Ещё пять минут, и у меня конечности просто не имеет. Я не знаю, в чём прикол этого костюма, но я весь замёрз. Мало того, что я надел его на футболку, я так понимаю, его нужно было одевать ещё на что-то, на какое-то термоберьё. У меня замёрзли очень жёстко руки вот здесь, вот здесь именно. И очень в конечности замёрзли ноги. Суса, ты как? Я нормально, я бы ещё барахтался бы тут до утра, мне бы хайф вообще. Я бы тоже барахтался, на самом деле, но если бы не замёрз. Реально классно. У меня даже поясница, к сожалению, просто. Ты горишь, как огонь, я, у меня огонь, я, это любовь или это парадокс? Что вообще произошло? Я его не спускал вниз. Как воняет вода! Как воняет! Как воняет! Я открою секрет, я пытался пердеть уже через этот костюм, но на него ходит. Друзья, вы на канале Супер Сус. Пока Сус не утонул, он здесь. Для вас делает контент! Контент! Ладно, на самом деле, друзья, вам скажу, что съёмки с съёмками, но в первую очередь, это очень интересный опыт и классные развлечения. Кто как умеет отдыхать, кто как это отвлекается, а я вот так вот, как я сделал. От всего сердца. Да на самом деле, очень всё порядочно и нормально. В принципе, можно и проплывать дальше. Посмотрим, короче. На самом деле, очень холодно, но если откинуть этот нюансик, то можно, в принципе, и вдвоём плыть с Сусом куда-то туда, неизведанные места. Боже, какое же говнище я полез. Ой, ну вы не представляете, просто как холодно, мне уже трясёт на самом деле. Поехали. Друзья, зрители, смотрите, тоннель затоплен вообще максимально, ещё буквально пару месяцев, это грунтовые воды, они поднимутся и даже кромки тоннеля не будет видно. Напишите в комментариях, что делать, проплыть туда, пока он ещё есть, или что? Слушай, что думаешь, реально туда проплыть? Более чем. На самом деле, реально, реально, но нужно подготовиться лучше. Как-то холодно, скажите на нос из холода. Надо терпуху одевать. Надо одевать одежду нормальную под это всё, и какую-то нормальную маску, герметичную. Товарищ Сусанин! Тысячи чертей меня тянут за жопу. Слышишь, а если вот именно жёстко-жёстко напердеть в костюм, вот именно настолько жёстко напердеть, что оно будет добавиться в воздух? Приходяйте. Но по-любому, да, добавится. Представь, когда ты будешь расстёгивать этот костюм, и какая водичность с него падёт. А я знаю, что Суперсус два раза уже перданул в костюм, кстати. Да, Сусанин? Да. Давай, реплис. А за что так холодно? Рутан, я слышу, как вибрирует лодка, когда ты трусишься в воде. Ну, вот я тебе говорю, очень холодно. Так, варить, не шути, подводи. Слышишь? Вообще, на самом деле, очень круто. Сказал бы это матами, но и так чересчур уже много матерюсь. Очень круто, но очень холодно. Даже ты услышал, когда я держался за лодку, ты слышал, как трясётся моё тело от холода. Я сейчас просто, ну, типа, плавастрирован на руки. Это потому, что холодно, понял? Заходим в тихую гавань. Как в детстве, детишки. Хорош купаться, губы уже сини. В автечке, блядь, минуток. Сидвиха хмельяйюх. Сдевай, сдевай. Да всё, о, уже на как-то нормально... Да, блядь, да длинный. Нет, 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 нет. О, да легче стало. Да нормально, Сусаня. Сдевай, сдевай. Да нормально, я тебе говорю. Короче, ты поймёшь, нормально становится, кровь начинает нормально поступать, понял? Нормально кровь из-за вот этого пережатого начинает поступать и теплее становится. О, боже, аж полегчало. Друзья, поныряли, покупались, достаточно прохладно, ничего. Была давняя детская у меня мечта. Взять обычный ГП-5, кто не поймет, это обычный гражданский противогаз самого-самого популярного модельного назначения в Советском Союзе. И попробовать реально ли дышать через трубку, если погрузиться в нем полностью под воду. Давай попробуем. Пошла вода. Короче, надо трубку длиннее брать, противогаз более большого размера. Ну, в принципе, в экстремальных условиях реально дышать. Но тут все самое главное, мне как и объясняли, в противогазе, если дышать под водой, самое главное, научиться, если начнешь, вот так вот сразу захлебнешься тут же. Надо равномерно. По чуть-чуть, да. Да. Ну реально, реально. Реально. Ну, ох, что-то мне холодно. Уже до вылаза. Уэээй! Там из-за резаки там кубики там. Какая обувь холодная и сырая. Блин, я не знаю, я честно говоря еще барахтался бы и барахтался бы. Очень кайфовая штука, реально, это что-то новое в жизни, офигенное. Я всегда говорю, что познавайте все, что-то новое про себя, это очень круто. Я с Сусом максимально согласен, я бы барахтался еще и больше скажу, я бы еще туда бы проплыл, в тот тоннель. Единственное, холодно, очень холодно. Вот если бы мне не было так холодно, то можно было бы еще и дальше заплыть. Друзья, зрители, напишите в комментариях, есть ли смысл, интересно ли вам, чтобы мы взяли реально профессиональные классные костюмы и сплавали в этот тоннель, пока он не исчез. Потому что вы видите, это поднимаются грунтовые воды 2-3 месяца и все. Этот тоннель исчезнет навсегда. Катя, что скажешь, как тебе путешествие наших богатырей? Ну, мое экспертное время, говорю, мое экспертное мнение, все прошло максимально просто успешно. То есть без никаких происшествий, как может быть. Но вот просто все хорошо, я довольна тем, как все прошло. Друзья, вылезли целые, невредимые. Филипп, извини, если что не так. Извини, что не убил. Чуть не убил, действительно. Ну, ничего, все хорошо. Ну, классно, поболтались, погулялись, повеселились. Попробовали новые в нашей жизни подводные действия. Катя, будешь ты еще раз нырять? Да, конечно. О, Катя тоже согласна. Ну, если потеплее, только если потеплее, это так, то, конечно, не хотелось. Короче, друзья, в следующий раз найдем какое-то место, напишите в комментариях. Может, у вас какие-то места есть интересные, примейте. Может, в шахтки какие-то поедем понырять. Ну, штука очень классная. Под потолком плавать реально интересно. Я думаю, тебе понравилось. Мне максимально понравилось, это было круто. Но вот единственное, что минус было холодно, и мы до конца все-таки не проплыли. Ну, ничего страшного. Я думаю, если откачают, мы туда еще придем и что-то там поделаем. А ты что, свой канал, кстати, ведешь или нет? Да вот сейчас можно, в принципе, уже как бы выгрузить какой-то видосик на него. Вот, друзья, если кто не знает, это Филипп Марвин. У него свой канал есть. Заходите, его тоже поддерживайте лайком, комментарием. Я думаю, что после сегодняшнего экшена он проснется, так сказать, и будет продолжать действенность, потому что людям интересно, как бы креативные, необычные творческие люди. Вот, и будем делать. Спасибо, Саня. Инстаграм поесть? Ладно, Катины данные у вас есть. С нами Катя была Филипп Марвин, Сусанин и компания. Так что спасибо всем, друзья, что досмотрели видео. Всем добра, а мы живые и мокрые, едем домой. Целую плечи и до встречи. Целую плечи и до встречи. Супер.